Добрый день дорогие друзья, мы с вами на библейском портале Экзегет, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Поступил очень интересный вопрос. Я люблю вкусно поесть, является ли это грехом? Когда мы говорим о еде в контексте греха, первое, что на ум приходит, это грех чревоугодия. И сразу думается, что если человек ест и любит вкусную еду, он автоматически грешит чревоугодиям. Но это не совсем так. Потому что грех, в первую очередь, это духовное явление. И корни греха не в нашем теле, а в нашей душе. Потому что нашему желудку с вами, когда он голоден, ему все равно, чем мы утолим голод. То ли это будет простая гречневая каша, даже без соли, то ли это будут какие-то изыски из разных стран. То есть нашему желудку, нашему телу фактически без разницы. Оно живет, имеет определенные физиологические потребности, которые каждый человек должен удовлетворять, иначе просто-напросто он умрет. То есть пища сама по себе, она не греховна, а является естественной потребностью человека. Как пишет апостол Павел в послании к Тимофею, «Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Но проблемы начинают возникать тогда, когда человек начинает избирательно относиться к той или иной пище. Ведь чревогодие — это грех, который берет свое начало в душе человека. Если мы уже сказали, что телу не важно, что кушать, то кому тогда важно? Важно человеку, который начинает избирательно относиться к еде. Ведь чревоугодие совершенно не зависит от качества пищи. Чревоугодие может проявляться и в желании есть сухари, но эти сухари могут быть только определенного сорта, качества или именно такие. Или если, например, человек хочет есть именно простую пищу, но именно так приготовленную. Или если ему хочется именно определенного вида пищи, в ущерб любой другой пище. То есть, когда он начинает зависеть от определенного вида продуктов, и эта зависимость уже начинает носить греховный характер. Поэтому не вкус пищи определяет ее греховность, а наше отношение к этому. Мы все любим вкусно поесть, и Бог создал все разнообразие пищи именно для нас, чтобы мы могли радоваться и мы могли получать подкрепление из продуктов этого мира. Но когда человек начинает говорить сам себе, что я буду есть только вкусную пищу и никакую другую, это начинает носить уже греховный характер и то, что называется чревоугодие. То есть, когда я угождаю своим каким-то желанием в ущерб своему нормальному существованию. Также, когда мы говорим о чревоугодии, стоит вспомнить, что и количество пищи тоже влияет. И тут мы вспоминаем про грех объедения. Потому что даже самую простую пищу, например, в пост, мы можем так сильно наесться, что потом животы будут лопаться. И это тоже будет перебор. Поэтому в отношении к еде мы должны быть не только избирательны в какой-то мере, но и умеренны. Потому что любая пища, даже самая простая, но если она принимается через меру, это может быть для человека тоже проблемой и грехом объедения. Поэтому надо просто относиться ко всему с мерой, с разумом. И как по слову апостола Павла, мы не должны зависеть от этого. Все мне позволительно, но не все мне полезно. Продолжение следует...